Друзья, всем привет! С вами Virtus.pro, с вами генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда, с рулем у нас и на пассажирском Роман Фоминок Резолюшн Марпл. Все, поздоровались, познакомились на всякий случай. Мы сегодня катаемся по Москве и тестим новую тачку HVL F7. Общаемся, проводим хорошо время и любуемся видами из окна. Настроение хорошее? Настроение самое лучшее. Сергей, как тебе управляется автомобилем? Я чувствую агрессивность в этом двигателе. Заряжает тебя? Да, еле сдержу себя, чтобы не втопить. Держись, подожди, не топи, подожди. Мы в городе. Рома, ты как заряжаешься? Есть какое-то, значит, у тебя место силы? Как ты заряжаешься? Место силы? Ну, нахожу ее внутри себя, на самом деле. А как ты стимулируешь себя? Ну, типа, какие секретики? Слушай, ну, на самом деле, то, что придает мне энергию, это, не знаю, какое-то пение, допустим, в караоке, может быть, либо это езда на автомобиле тоже придает немного энергии, много душевных каких-то сил. Просто, знаешь, общение с позитивными, интересными людьми, вроде тебя. А можешь ты провести какой-то параллель между управлением героем в доте и управлением автомобилем? Ну, ты же опытный водитель, у тебя почему? На самом деле, что то, что то требует твоего максимального фокуса, то есть в доте ты можешь совершать ошибки, допускать их, да, то за рулем у тебя это обсе отсутствует полностью. Тебе нужно быть максимально сфокусированным всегда. Не на фидиш. Да. Мы сейчас едем в новой, очень технологичной тачке. У меня вопрос такой. Какие-то, знаешь, новинки из мира технологий, которые тебя в последнее время удивили, ты запомнил, есть такие? Можешь перечислить? Слушай, ну, мне недавно подарили часики, очень приятные, да. Еще мне подарили самокат, электросамокаты, да. Я в последнее время прям так втянулся, мне так кайфово просто, ну, по городу летать, на самокатах. Друзья подарили Роме самокат. Друзья. Давай немножечко поразмышляем о доте. Давай. Если бы ты менял свой никнейм Резолюшн, то на какой бы ты его поменял? Дай угадаю, на Разволюшн. МС Дрифт. МС Дрифт. Ну, либо Разволюшн. Тоже подходит. Сергей, есть ваш вариант? Не, мне интересно, почему МС Дрифт? Ты с ним ездил, как он водит, видел? Когда проедешь со мной, тогда и узнаешь. Все на опыте, я узнаю. Окей. Есть какие-то качества твои в доте, твой скилл, твой стиль, который ты можешь описать тремя словами, вот какие-то характерные черты твоей игры? Тоже там, дрифтут? Давай подумаем. Это может быть агрессия, это может быть давление, это может быть инициация. Три слова ты сказал. Мне кажется, еще вариативность. Ты же можешь на разных позициях. Да, там тащить могу. Тащить могу. Ну, что, еще есть взаимопомощь. Иногда ауру покупаешь на команду и бегаешь, даешь, мне копает. Раз, даешь. С оружием. А какие-то есть качества, которые ты приобрел в доте, да, какие-то навыки, которые тебе в жизни не пригодились и ты понимаешь, что если бы не киберспорт, не твой опыт в доте, ты бы не обладал ими? Слушай, на самом деле невероятное количество навыков, начиная от взаимодействия с людьми, общения, улаживания каких-то конфликтных ситуаций, ну, то есть все в целом, да? Заканчивая своим саморазвитием, то, как сильно ты себя прокачиваешь, то, как сильно прокачиваешь ты свои навыки, где-то стрессоустойчивость, где-то... English language. English language точно прокачивается, прокачиваются другие, там, выдержка, допустим, то, как ты тренируешься, то, как ты налаживаешь процессы тренировочные, то есть нереальное количество навыков. Дота — это не шутки. А стойкость к международным перелетам, jet lag. Да, ну и, в принципе, по стране мира ты увеличиваешь свой кругозор вместе с этим. Да, навыки блогера, опять же, помнишь, чунсинчики гуляли? Ой, да что мы только не делали, да, и блогером становились, и шеф-поваром я был. Да, работа с кадром, то есть работа с камерой за кадром или в кадре, то есть много-много, очень много навыков. Ром, ну давай тогда, наверное, твои навыки, твои скиллы киберспортивные проверим еще в одном моменте. Так. Насколько ты хорошо шаришь в различных темах. У меня к тебе вопрос по контре. Сейчас будет авточеллендж. Контра — это, которая на тенде была такая древняя игра? Нет. CS GO. Counter Strike Global Offensive. Окей. Да. Будет авточеллендж. В чем он заключается? Кого? Твой телефончик подключен сейчас к мультимедийной системе этого прекрасного автомобиля. Так. Твоя задача — ответить на мой вопрос при помощи звонка другу, который, скорее всего, должен знать ответ на этот вопрос. Поехали. Компетентного, да, какого-то человечка? Да, да, да. Но есть такое, имеется. Осведомленного. По CS GO, да? Ну да, поехали. Я знаю, да, кому мы наберем. Перечисли все семь карт, которые сейчас используются для проведения турниров по CS GO. Давай. Компетка, компетка, да, у нас? Only. Погнали. Сейчас Дим Масик ответит. Менеджер команды Virtus.pro? Это менеджер команды Virtus.pro. По доте. Но ответит на вопрос по CS. Алло. Дим, привет. Привет. Привет, привет. Слушай, Дим, у меня такой вопрос. У нас тут рубрика «Позвони другу». Нужно ответить на вопросик по CS GO. Справишься? Давай попробуем. Слушай, какие семь карт используются на соревновательной сцене, например, на турнирах по CS GO? Так, ТАСТ, Инферно, Нюк, Трейн, Оверпасс, Мираж и Вертига. И Вертига. Все? Черт. Устраивает? Да, да, принято, принято, Дим Масик. Спасибо большое. Спасибо за ответ. Пока. Да, обращайся, обращайся. Пока-пока. Тебя окружают замечательные люди, Роман. Если я чего-то не знаю… Менеджер подскажет по телефончику. Генеральный менеджер вот довезет. Ты мне четыре или пять звезд поставишь? Да, конечно. А как менеджеру? Я думаю, четыре с половиной. Десять из десяти, Сергей. Ты чего? Не доработал. Десять из десяти. Я требую пересмотров. Мне дверь просто не открыли. Сергей, с любовью вези нас в светлое будущее. Нас с Ромой и Виртус Про. Все туда. Давай. Виртус Про! Пока, ребята. Ставьте лайк. Шер и пост. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова